Может быть в наших сердцах пляшут зайчики, может быть воют волки А может быть ангел дождя трубит Время снимать потолки Не жаловали российские императоры масонов Вплоть до Николая Первого притесняли Запрещали и устраивали всяческие гонения Не задавались вопросом, от чего это Пушкину загранкомандировки были запрещены То-то и оно А Николай Второй сам был мартинистом И все его семейство по мужской линии В Петербурге даже ложа специальная была для вип-персон Ложа великих князей Говорят, что именно с подачи доктора-оккультиста Папюса Бывшего в то время председателем Верховного Совета Ордена Мартинистов Император Николай Второй стал масоном Мартинизм процветал в России при Екатерине Второй Цитата «19 век был веком физических сил 20 век увидит торжество сил психических Мысль, что наряду с грубыми материальными силами Существуют в природе силы разумные Трудно усваивается современными мыслителями В то время, как изучение физических сил может производиться единоличными усилиями Изучение духовных сил природы требует сотрудничества многих индивидуумов Борясь с разложением в недрах земли Семя ржи вытягивает на поверхность свой нежный стебелек, стремясь к солнцу Азирис, будучи убит, возрождается снова еще более сильным, чем прежде Хирам сокрушает своих убийц Борьба не испугает посланников невидимого мира И они будут преследовать свою цель без страха и слабости Вот почему, мой дорогой Пунар-Бхава Я благословляю ваши труды и приветствую в лице вашем Одного из посланников невидимого Которому я желаю успеха и победы Долженствующих увенчать целую серию горячих усилий Для достижения торжества истины и справедливости Цитата окончена Жерар Анкос Папюс Лозунг «Свержение лжи и торжество правды» Очень похож с торжеством истины и справедливости У Мартиниста Папюса В 1905-м батюшка-император вновь разрешил масонство Тут и понеслась родимая Русь по кочкам С головы рыба гниет, с головы Впрочем, лучше Пушкина не скажешь Алгеброй гармонию измерить Поэтому и порвал с ними Пушкин Он гений, его господь в маковку поцеловал А они к нему с линейкой и угольником Поэтому и написал потом гневное, обращенное к ним К леветникам России Восстание декабристов в 1825-м Это масонский проект, направленный на развал Российской империи Пушкин, вступивший в масонскую ложу в Кишиневе Затем стал холодно относиться к масонству И стал, что называется, усыпленным братом На вопрос Николая I к Пушкину «Вышел бы ты на площадь с бунтовщиками, если бы был в Петербурге?» Пушкин ответил «Вышел бы, но только с тем, чтобы их остановить» Еще при командоре Мальтийского ордена Борисе Ельцине Получили развитие так называемые ордена Сама идея орденов страшно понравилась Ельцину Человеку тщеславному и падкому на атрибутику власти Скоро в том же Мальтийском ордене Кроме Евгения Примакова и Бориса Ельцина Оказались Борис Березовский, Павел Бородин и много кто еще Номенклатура не может обходиться без определенного градуса патриотизма И Ельцин ввел собственный орден Орден Орла Этим орденом стали награждать политиков и общественных деятелей Эстрадных певиц и писателей Ученых и военных Финансистов и шахматистов Само обладание орденом делает человека приобщенным к властной элите Обласканным ею Кавалеры ордена Орла по замыслу должны были бы стать опорой режиму Ельцина Девизом ордена взято латинское изречение Благо народа – высший закон Президент Борис Ельцин, отягощенный алкогольным пристрастием Всегда любил красивые фразы Хотя и не был способен придумать собственные За орденом Орла стали возникать другие Ельцин же утвердил еще один орден Орден Петра Великого Как высшую негосударственную награду России Этим орденом он стал привечать и объединять Своих людей через особый фонд Менеджеры новой эпохи Находившийся под его президентским патронажем Кругом одни менеджеры до аналитики Обратим внимание на название фонда Менеджеры новой эпохи По-русски это звучит более определенно Нынешние правители Масоны всегда стремились к управлению массами К политической и экономической власти Дуболомность менталитета Ельцина Проявилась и в том Что он часто и не скрывал Что он делает и как он идет к цели А заодно наградил этим орденом Генерального секретаря ООН За что же принимают в кавалеры ордена Петра Великого Официально объявлено Орден этот вручается за самоотверженный поступок Мужество, отвагу и героизм Совершенные при исполнении Воинского, служебного и гражданского долга Господи, благослови Америку И добавлю к этому и Россию В 2005 году главный раввин России Был награжден орденом Петра Великого Первой степени Президент лично вручил Лазару Орден Дружбы Народов Орден Минина и Пожарского За большой личный вклад в укрепление Российского государства Единение наций и возрождение духовной силы Отечества А 27 февраля 2008 года Выступая перед своими единомышленниками в Англии Берл Лазар сказал Цитирую В Ленинграде немногим более 50 лет назад Родился мальчик, соседями которого оказалась еврейская Семья Мальчик-сосед был приветливо принят в еврейской семье И с юных лет впитал уважение к еврейскому миру Там его кормили еврейской пищей Там он видел, как глава семьи читает еврейские книги Там он оценил по достоинству уважительное отношение друг к другу Членов еврейской семьи Звали этого человека Владимир Владимирович Путин Ни один руководитель России или СССР Не сделал так много для евреев, как Владимир Путин Во всех отношениях беспрецедентно Сейчас в России многие мэры городов Руководители областей и министры правительства Евреи Это стало нормой Цитата окончена У вас, Рыга, сколько детей? Слава Богу, 14 Но уже 7 внуков 14 Мы все должны брать примирцу 14 детей На словах просили передать В верхней планке больше нет противостояния Голубой и красный объединятся И здесь, друзья мои Самое время вспомнить про войну голубого и красного масонства Иуановского и Андреевского Иуановское существовало по упрощенной схеме В нем было всего три степени Ученик, подмастерье, мастер Андреевское работало по правильному шотландскому обряду И степеней в нем было 33 Включая черные, рыцарские А теперь самое любопытное Андреевские ложи были русскими Это были очень консервативные общества Где дворяне с упоением предавались Любимому для русской души занятию Поиску смысла жизни И мечтам о царстве справедливости В Иуановских ложах заседали иностранцы Преимущественно немцы Я не буду вдаваться в особенности их трений Важен финал Немцы победили Религия масонства А это действительно религия Есть жуткая мешанина из христианства, буддизма, иудаизма Сюда же добавьте кабалу и алхимию Особо трепетные могут употреблять слово эклектика Вот это послевкусие Мемуары, кулуары, эклектика Легенда о хиране, лежащая в основе масонства По сути есть кривое зеркало Христового Воскресения Точно так же являются к могиле посланцы Но вместо радостной вести Он воскрес Уныло констатируют Плоть отделяется от костей Нет чуда, нет веры и радости Плоть отделяется от костей Это тайное масонское слово По которому они определяют своих Торжество голубого масонства над Красным Иоанновского над Андреевским Пусть масоны меня поправят Расстановка шести сил Звезда Давида или гексограмма заключенная в круг Является одним из высших религиозных символов иллюминатов Ее называют великой печатью Соломона Она используется в церемониях вызова демонов Религия иллюминатов Это гремучая смесь франкистского саббатеанства Любавичевского хасидизма И масонского паладизма То есть поклонения Бафомету Их цель Которая была провозглашена в манифесте баварских иллюминатов Это построение нового мирового порядка Саббатеанство Это направление иудаизма Возникшее в 1665 году После того, как Саббатай Цеви Объявил себя мессией Обратите внимание на год Он складывается в пресловутые 666 Мы переберемся жить к вам Готовьте хлеб-соль А веришь ли ты в теорию заговора так Как видят в нее твои слепые соплеменники Мы переберемся жить к вам Готовьте хлеб-соль Цитата Насилие является акушеркой Которая помогает пробиться наружу Новому обществу из чрева старого Цитата окончена Карл Маркс Капитал 1867 год Другая цитата Русский человек сможет преобразиться только тогда Когда ангелы вышибут прикладами автоматов двери Цитата окончена Дмитрий Зочи 2020 год Цитата Необходимо сделать наши принципы современными Тогда молодые писатели смогут распространять их в обществе И таким образом служить нашей цели Цитата окончена Основатель иллюминатов Адам Вейсгаут 1848 год Расстановка шести сил Красный лев Желтый дракон Зеленый конь Голубая волчица Синий орел И наш фиолетовый медведь Расстановка шести сил от Зодчего Есть не что иное Как плагиат шести мировых проектов Небополитика Андрея Петровича Девятого Он же Петр Адольфович Гвоздьков Который в свою очередь Срисовал это сообщество круглого стола Итак, шесть проектов По Девятому Первый План Соломона Фининтерн евреев Лондон Красный лев Второй Великое единение китайцев Датун Пекин Желтый дракон Третье Великая Европа Черной аристократии Ватикан Голубая волчица Четвертое Новый Вавилон Трансгуманизма Нью-Йорк Синий орел Пятое Новый халифат Мира Ислама Стамбул Зеленый кони Шестое Большая Евразия Третья Орда Москва Средний Фиолетового ждет гибель из-за зеленого И наш фиолетовый медведь Нужно на все смотреть пятнами Без подробностей Иначе ничего не увидишь Если посмотреть пристально Или пятнами Как сказано в фильме То игра идет на еврейском поле Как ни крути Хоть и символ гексограммы Очень древний Но сейчас он ассоциируется Именно с еврейством Прежде нужно знать Настоящие игры В которые играет противник Что это? Это силы Игра в которой отражено Все что происходит в мире На самом деле И это чужая И навязанная За кулисой игра В которую играть Нет необходимости Времят барабаны войны Визжат революции И все на этой доске Война не начнется Если на нее никто не пойдет Цитата В мистериях было принято Называть посвященных Фениксами Или людьми Которые были рождены вновь Ибо как физическое рождение Отдает человеку сознание В физическом мире Так и неофит После девяти ступеней В лоне мистерий Рождается в сознании Духовного мира Цитата окончена Менли Палмер Холл Тайны учения всех времен Феникс Это один из высших военных И духовных символов Иллюминатов Орел Всегда символично обозначает Феникса Иногда в масонском символизме Роль бессмертного феникса Играет павлин Также Это может быть голубь У масонского голубя Должно быть ровно 33 пера По числу масонских степеней Вся масонская символика Замешана на калькуляторе И нумерологии Легендарная птица феникс Например В раннехристианскую эпоху Считалась одним из символов Христа Феникс Способный восставать из пепла Полюбился древним христианам Именно как существо Преодолевающее смерть Как феникс возрождается из пепла Так и Христос Умерев на кресте Воскрес на третий день Важность символа птицы феникс В том Что иллюминаты используют Множество ритуалов реанимации Когда человека вводят в состояние Близкое к смерти А затем оживляют Также есть масонский ритуал посвящения Когда некоторое время Братец кролик Лежит в закрытом гробу Наедине со своими мыслями А потом встает из него Это и есть образ феникса Восставшего из пепла Дмитрий Зочий По всей видимости Тоже штанину закатывал И в гроб укладывался Простите Проходил обряд посвящения Как только все люди Поймут Основу Своего я Самоидентифицируются Управлять То есть манипулировать ими Будет чрезвычайно тяжело Люди не хотят быть манипулируемы Когда они имеют знания В иудейской культуре Каббала Которая давала науку жизни Она три тысячи лет Была секретным учением Потому что люди понимали Что такое Снять пелену С глаз Миллионов людей И сделать их Самодостаточными Как управлять ими Любое массовое управление Подразумевает элемент Манипуляции Как жить Как управлять Таким обществом Где все Имеют равный доступ К информации Все имеют Возможность Судить напрямую Непрепарированную Получать непрепарированную информацию Через обученных Правительствами аналитиков Политологов Аналитики и политологи И огромные машины Которые спущены на голову Средства массовой информации Которые как бы независимы А на самом деле Мы понимаем Что все средства массовой информации Все равно Заняты построением Сохранением страт Так как в таком обществе жить И мне от ваших рассуждений Становится страшновато Честно говоря После Торы и Талмуда Бог дал своему избранному народу Науку Каббалу Каббала Тайное мистическое учение Иудаизма Но тайное оно Как говорят сами раввины Не потому что есть что скрывать А потому что большинство людей Могут не понять Главнейшая книга Каббалы Это книга Зоар Или Зогар Древо Сферот Основная каббалистическая концепция По аналогии с древом Жизни Ясеня Мэгдрасиль В скандинавской мифологии Сфероты Это атрибуты Бога по счету Хесет Добро Гвура Могущество Тиферет Красота Ницах Вечность Ход Сияние Есот Основа Малхуд Царство Хохма Мудрость Бина Понимание Идаат Знание К слову сказать Аббревиатура Хаббат Взято по первым буквам Трех сефир Хохма Бина Идаат Согласно лурианской каббале Свет, который превратился в сефиры Должен был находиться в неких сосудах Очевидно, чтобы не смешиваться с пустотой На самом деле и сосуды были светом, но более сгущенным Первые три сефиры, имея особую непроявленную природу, оставались стабильными А вот последующие сосуды, не выдержав напряжения божественного света, лопнули и сломались Это событие в лурианской каббале называют разрушением сосудов Часть света рассеялась в пустоте, застряв в хаосе, а часть вернулась назад Учение лурии очень быстро было принято евреями в самых разных частях света Потому что лурия вывел формулу, по которой части света есть не что иное, как евреи, рассеянные по всему миру Части света или искры божьи должны снова собраться все вместе, чтобы восстановить целостность Как только они соберутся, начнется тикун Обратный процесс восстановления сосудов Или исправления мира, потерявшего гармонию Ну вы поняли, да? Искры божьи – это евреи, согласно лурианской каббале Мальца позывной, как записывать? Сюда Божья искра? Редактор субтитров А.Семкин